Добрый день, это Юлия Латынина, а вот это кусочек каменного угля, но не простой, а с отпечатком растения. Ничего удивительного в таком отпечатке нет, вот тут второй, вот тут отпечатался коралл, потому что каменный уголь, собственно, образуется из деревьев и растений, но это каменный уголь особый. Он был добыт на острове Шпицберген, расположенном в Северном Ледовитом океане на 78 градусах и 13 минутах северной широты, и выглядит сейчас Шпицберген примерно вот так, или вот так. Запасы угля на Шпицбергене огромные, и он образовывался в самые разные эпохи. На Шпицбергене есть дивонский и каменноугольный уголь, на нем есть уголь мелового и триасового периода, и на нем есть уголь иоцена и даже олигоцена, периода, который закончился 23 миллиона лет назад. Как известно, уголь образуется из растительности, причем желательно буйной, и легко заметить, что при современном климате Шпицбергена новый уголь там не будет образовываться. Вообще, как оказалось, что в этой ледяной пустыне когда-то росли роскошные леса? Ну, во-первых, когда-то архипелаг Шпицберген находился гораздо южнее. В Кембрии и Ордовике это в 500-миллионные и 400-миллионные года до нашей эры. Остров занимал положение, близкое к экватору. Одна-то это не касается триаса, мела и тем более олигоцена. В это время Шпицберген находился примерно там же, где и сейчас, и тем не менее, всего 23 миллиона лет назад, это не очень большое время, по меркам геологии, на Шпицбергене было тепло. Если мы перенесемся на другой полюс, южный, то мы увидим похожую картинку. В Антарктиде тоже есть запасы углей, это Перм, Триас, Юра и даже Тритичный период. А тут ситуация еще хуже, потому что некоторые части Антарктиды не слезали с южного полюса со времен Дивона. И в своем современном виде материк сформировался к Юре, занял тогда же современное положение. Это был вполне себе процветающий континент. На западе его росли огромные антарктик бич-три, которые достигают возраста 5000 лет и которые до сих пор растут в Австралии. Моря в Антарктике в это время кишели аммонитами, по суше бегали динозавры. И, как известно, еще не так давно в мире господствовала странная теория, согласно которой мир был создан 6000 лет назад, примехонько в его современном виде. Посредине этого мира рос сад. В этом саду жили Адам и Евы. Один раз они сожрали запрещенку. Это был не пармезон и не итальянская прошутта, это было яблоко, причем не польское. Господь за это преступление лишил их райского гражданства, и с тех пор мы в поте лица добываем свой хлеб. Честно говоря, жестоко поступил Господь, потому что даже в России за запрещенку гражданство не лишают. И эта теория пришла в совершенную негодность, когда под землей стали находить кости динозавров в горах ракушки, и стало ясно, что теория не выдерживает критики. Сейчас в мире есть другая не менее удивительная теория. Согласно ей, в мире всегда, ну или по крайней мере последние десятки тысяч лет, был какой-то одинаковый климат, оптимальный, как в раю. А потом человек согрешил и стал использовать ископаемое топливо. И это имело такие же трагические последствия, как известная история с яблоком. Из-за греха использования ископаемого топлива климат стал меняться, в воздухе станет становиться больше диоксида углерода, он стал разогревать землю, и скоро все будет, как в апокалипсисе Иоанна Богослова, но строго на научной основе. И в XIX веке можно было наблюдать, как религии о геологии существовали отдельно. Попы что-то рассказывали про первородный грех, ученые копали динозавров. Вот приблизительно то же происходит и сейчас. Потому что в городе Ставангер вы приходите в музей нефти и читаете, что нефтяные запасы Северного моря были сформированы в теплом тропическом климате в Юрском и Меловом периоде. И в это же самое время Северное море находилось примерно там же, где и сейчас. Или вы приходите в археологический музей в городе Триве и читаете, что современный человек появился в этих местах Европы, снова заселил Европу 6-5 тысяч лет, когда климат был гораздо теплее нынешнего, в так называемый климатический оптимум Голоцена. А потом вы открываете рассказ об очередном отчете ООН и читаете, цитирую, «Повышение глобальной температуры всего на полградуса означает исчезновение целых экосистем, а повышение на полтора градуса ставит один миллион из 7,6 миллионов разновидностей живых существ в миру под угрозой вымирания, повышение на два градуса убьет все кораллы мира, заставит целые экосистемы и множество насекомых исчезнуть вместе с более короткими сезонами дождей, что влияет на урожай». Цитата закончена, и вот у авторов этой ахине даже не возникает вопрос, а как же тогда выжил мир климатического оптимума Голоцена, когда, цитирую основоположника современной климатологии Хуберта Лемба, в мире как раз и было на 2 градуса больше, и как он выжил в климатический оптимум Эоцена, когда было на 10 градусов больше. И в этом разговоре мы пытаемся ответить на три вопроса. Первый, как менялся климат Земли в прошлом? Второй, от чего это зависело? И третий, были ли парниковые газы и конкретно диоксид углерода главным и даже весомым драйвером этих изменений? Итак, если вы не являетесь креационистом и не считаете, что мир был создан 6 тысяч лет назад примехонько в его современном виде, с тундрой в Арктике, с секвойми в Канаде и с костями динозавров под землей, то вам придется признать, что самой важной чертой живого мира и климата как раз и является изменение. За 4,5 миллиарда лет существования планеты Земля на ней менялась не только биосфера, но даже атмосфера. Первая была из гелия водорода, она улетучилась. Вторая из метана, аммиака и углекислого газа начала уступать свое место атмосфере с содержанием свободного кислорода около 2 и 3 миллиардов лет назад в результате так называемой великой кислородной катастрофы, вызванной жизнедеятельностью цианобактерий. В результате великой кислородной катастрофы кислородная жизнь начала выяснять анаэробных бактерий, для которых кислород был ядом. Вообще, к сожалению, биосфера, да, обладает этой способностью рубить сук, на котором сидишь. Она это сделала во время великой кислородной катастрофы, и она чуть не устроила еще одну катастрофу, когда некоторые организмы, а именно деревья и ракушки, научились изымать строительный кирпич жизни, диоксид углерода из атмосферы и строить из него свои тела. А если деревья при этом не перегнивали, то изъятый СО2 превращался в уголь, а ракушки превращались в меловые отложения, они гнить не умеют. Собственно, вот одни только ракушки изъяли из атмосферы квадриллион тонн диоксида углерода, и вот эти его содержания в атмосфере со временем Кембрия, когда жизнь впервые вылезла на сушу, и до XIX века снизилась почти в 20 раз. В конце XIX века содержание СО2 в воздухе составляло едва 280 ppm, при этом большинство деревьев перестают расти и, соответственно, вырабатывать кислород при 150 ppm. В этом смысле, перед тем, как человек начал жечь уголь и нефть и возвращать СО2 в биосферу, она реально стояла накануне гибели из-за нехватки СО2. По счастью, человек предотвратил эту катастрофу, и, как заметил по этому поводу один из основателей Гринписа Патрик Мур, если это не хорошие новости, я не знаю, что такое хорошие новости. Но вернемся к климату, который менялся тоже. Земля пережила несколько гигантских оледенений, во время которых она замерзала вся или почти вся. Например, во время Гурунского оледенения или в Криогении. Это так называемая гипотеза Snowball Earth – Земли-снежка. Ученые долго спорили, замерзала она в Криогении вся или не вся, или вокруг экватора была талая лужица. Но все-таки последние исследования австралийцев Бодиселича и Киберля показывают, что в Криогении замерзла таки вся. И наоборот, в истории Земли были эпохи, когда было гораздо теплее. Большую часть мелового периода на полюсе можно было вырастить помидоры, а в климатический оптим и оцена 55 миллионов лет назад. Но если не считать полярной ночи, так и банан, наверное, можно было вырастить. При этом запомним один очень важный момент. Когда Земля замерзала, то холодало и на экваторе. А вот в оптим и оцена на экваторе было не сильно теплее, чем сейчас. Теплее было именно на полюсах. От чего зависели изменения климата? От может, что причин, из которых я перечислю здесь только некоторые, за недостатком места. Главное из них, конечно, было Солнце. Яркость Солнца меняется, оно сейчас светит на 25% ярче, чем в начале существования Земли. Это очень существенная разница. Но мы не должны забывать, что в пересчете на геологические эпохи это означает, что яркость Солнца меняется на 0,05 за 10 миллионов лет. Иначе говоря, гуронское оледенение могло кончиться от того, что Солнце стало светить ярче. Но когда мы говорим о какой-то сотне миллионов лет, этим фактором можно пренебречь. Другая важнейшая причина – это расположение континентов. Холодные эпохи в истории Земли наступают, когда на полюсе находится изолированный континент. И сейчас Земля как раз переживает одну из самых холодных эпох в своей геологической истории. И связана она с тем, что около 40 миллионов лет назад Антарктида отделилась от Австралии и Новой Гвинеи. И климат ее стал постепенно меняться от субтропического к леднякам. А вообще, если мы сравним современную конфигурацию континентов с той, которая имела место в позднем меловом периоде около 60 миллионов лет назад, то вот мы тут повесили график, видно разницу. То есть на первый взгляд это очень похожая конфигурация. Но обратите внимание, что в меловом периоде Антарктика соединена с Южной Америкой и Австралией. И вокруг нет кругового океанского течения. Собственно, поэтому на ней и не было льда, ее покрывали тропические папоротники. Заметим, что в этот момент содержание СО2 в атмосфере было весьма низким, а Земля была очень теплой. И наоборот, в конце Ордовика, где-то 446 миллионов лет назад, было серьезное оледенение. И в это же время содержание СО2 в воздухе было в 12 раз выше нынешнего. Из этого одного заметно, что СО2 это не главный драйвер климата. Вообще, если вы посмотрите на этот график, то из него видно, что в фанерозое СО2 и температура Земли связаны примерно как бузина в огороде и дядька в Киеве. То есть никак. Климат может внезапно меняться от степени задымленности атмосферы, особенно если в ней появился сульфат серы, который обладает очень высокой отражающей способностью. Знаменитое вымирание динозавров в конце мелового периода это как раз вызвано похолоданием, связанным с падением гигантского метеорита в нынешний Мексиканский залив. И, соответственно, поднялись облака пыли и копоти, которые застили Солнце. А тот факт, что большую часть мелового периода было очень тепло, как вы понимаете, кажется, церкви глобального потепления очень досадным. И в 2012 году Некта Дэвид Вилкинсон с коллегами выпустили честное исследование, согласно которому в меловом периоде было тепло, потому что динозавры много пукали. Вы спросите, откуда они взяли объем газа, в который выделяли динозавры, и тут самый прекрасный ответ с потолка. Дело в том, что у динозавров остались единственные ближайшие родичи – это птицы. И птицы не пукают. У них отсутствует этот механизм. Поэтому, конечно, все формулы в этой статье напоминают известную формулу на заборе. «Саша плюс Маша равно любовь». Еще более удивительная история случилась с пермско-триасовым вымиранием видов. Это было около 250 миллионов лет назад, и пермско-триасовое вымирание видов было самым катастрофическим в истории биосферы. В это время погибло 95% морских организмов и 70% наземных. В океане погибли практически все организмы, которые прикреплялись ко дну. В нем резко увеличилась кислотность. Это катастрофически сказалось на тех организмах, которые как раз из кальция и СО2 строили свои панцири. Одновременно на суше погибли леса. В геологических отложениях того времени мы видим то, что называется по-английски «fungus pike» – резкое увеличение грибов, которые кормились миллионами гектар мертвой древесины. А пермско-триасовое вымирание – это был момент, когда жизнь на Земле ближе всего подошла к полному исчезновению. И, конечно, механизм этого вымирания всегда представлял собой огромный интерес. И вот в 1992 году профессоры Кэмпбелл и Чамански с коллегами опубликовали в Science статью, в которой назвали главной причиной пермского вымирания траповое извержение в Сибири. Сибирские трапы – это гигантская геологическая формация. Она простирается от Норильска до Байкала, собственно, и составляет значительную часть Сибири. И траповые извержения – это не вулканы. Это гигантские выбросы из мантии, которые растапливают и превращают в лаву все на своем пути. Они изливались во многих местах, не тысячи, а десятки, даже сотни тысяч лет, через свящие плоские разломы. И Норильск сидит на лавовом поле 4 километров толщины. Если бы излившаяся тогда в Сибири лавой покрыть всю Землю, толщина слоя составила бы 6 метров. И вот профессор Чеманский и его коллеги, среди которых было два русских геолога, Федоренко и Степанов, они сумели установить точный возраст сибирских трапов 248 миллион лет назад. И они предположили, что главный движитель вымирания – это резкое падение температуры и кислотные дожди, вызванные выбросами того самого сульфата серы, а также падение уровня мирового океана в связи с возникновением полярных льдов. Напомню, что морская жизнь, она существует прежде всего на неглубоком шельфе, и значительная часть видов, особенно тех, которые не могут двигаться, тогда попросту оказались на суше. И, соответственно, огромную часть сибирских траповых извержений составляла не лава, а пирокластические выбросы, то есть вулканическая пыль. Она поднималась ввысь, она заслоняла солнце, превращая его в бледную тень, которая была неспособна осветить землю, а вот сульфат сера, который заслонял солнце, падал потом на землю кислотными дождями. Если вы видели когда-нибудь выжженные кислотными дождями склоны Киштыма, так выглядела тогда вся земля. Опять же, лава изливалась с залежи угля и нефти, это вызывало новые и новые пожары. Тогда сгорели сотни самотлорских месторождений и десятки кузбассов. И положение дела усугублялось тем, что на земле существовал тогда только один материк – Пангея. Антарктида, Австралия, Африка, Евразия, обе Америки – все они были частью единой Пангеи, окруженной одним-единственным океаном – Панталасой. И в центре материка был континентальный климат, а, соответственно, морская жизнь была в прибрежных шельфовых водах, и вот на этот-то шельф и обрушились кислотные дожди, а потом часть его и вовсе стала сушей. И вот представьте себе, что вы неподвижный морской организм, и сидите где-то на дне на уровне двух метров, на глубине, а на полюсах вдруг образовался лед, уровень моря упал, скажем, на пять метров, и вы оказались на суше. Вот, как я уже сказала, гигантское число прикрепленных ко дну организмов и веберлота. Вообще, Кемберл и Чаманский были не единственные геологи, которые полагали, что пермско-триасовое минеральное видов произошло из-за резкого похолодания, вызванного затемнением атмосферы вследствие выброса большого количества пиропластических материалов и сульфата серы. То же самое говорил доктор Маклин из Virginia Polytechnic Institute, говорил этот доктор Чарльз Оффиса, доктор Чарльз Дрейк, говорили это доктора Майкла Рампина и доктор Ричард Стоттерс. В 1995 году аналогичную статью в Science обликовал доктор Пол Ренн из Беркли. В ней тоже главным двигателем вымирания были названы сульфаты аэрозоли вулканического происхождения, которые вызывают стремительное похолодание. Однако как раз в это время возникла комиссия по перемену климата международной. Как вы понимаете, в этом прекрасном новом мире, где главным врагом было глобальное потепление, было как-то неполикаретно говорить, что крупнейшие в истории Земли вымирания, как, впрочем, и другие, были связаны с похолоданием. Это наводило на еретические мысли и подавало неправильные сигналы. Более того, гигантские извержения и пожары привели к гигантским же выбросам СО2 и к концу пермского периода содержание СО2 росло и росло, а вот температура падала по той естественной причине, что сульфат серы, задымление неба, отсутствие света и, как следствие, резкое падение температуры, это куда более сильный драйвер, чем парниковый эффект от очень слабого парникового газа СО2. И тогда вдруг идея о том, что похолодание было для Земли роковым, куда-то исчезла. И появилось множество статьи а-ля «Пукающие динозавры» о том, что дабл мыло какое-то похолодание, но вот после того, как оно прошло, благодаря СО2 случился парниковый эффект, и тут-то все и погибло. Вот прекрасное название одной статьи в Science 2012 года. «Смертельно высокие температуры в ранне-триасовом парнике». «Lithely hot». А вот еще другое «Сонг и товарищи». «Аноксия высокие температуры» «Двойной нокаут» «double whammy» во время пермско-триасового морского кризиса и его последствий. Во всех этих статьях рассказывалось, что жизнь чуть не погубил диоксид углерода, стало страшно жарко, изменилась кислотность океана, в воде не стало кислорода. То есть взрослые люди, жонглировав всякими сложными научными словами, пытались нам объяснить следующее. Да, на Земле разверзся ад. Солнце скрылось. Его не было видно физически из-за гигантских выбросов вулканической пыли. Сибирь горела, уголь горел, нефть горела. Там, где не горел уголь, висела пыль, закрывавшая солнце. Из облаков шли кислотные дожди. На полюсах появились ледяные шапки. Вода в океане отступила. Организмы, живущие на шельфе, оказались на суше. Но вот все это благословенное похолодание не имело никакого отношения к вымиранию. А потом вот температура поднялась обратно. И тут она все погибла. И вот в марте 17-го года в Нейче вышла работа, которая, в общем-то, поставила точку в вопросе. Профессор Урс Шальтеггер из университета Женевы и Хьога Бухнер из Тюрихского университета. Они работали над точной датировкой пермско-триасового умирания в течение многих лет. Датировали с точностью до 35 тысяч лет. И установили, что она совпадает с периодом уменьшения уровня океана. «Цитирую, единственным объяснением этого феномена, пишут они, является лед, который складировал воду, и этот ледниковый период, который продолжался 80 тысяч лет, достаточен был для того, чтобы уничтожить большую часть морской жизни». Другая цитата. «Мы имеем доказательство, что виды исчезли во время ледникового периода, вызванного вулканизмом сибирских трапов». Более того, Бухнер и Шальтеггер вообще усомнились в наличии вышесказанных летально высоких температур. Несмотря на это, в любой Википедии вы до сих пор можете прочесть о том, что ужасный СО2 вызвал пермско-триасовое вымирание видов. Вообще, благодаря теории антропогенного потепления, наша Земля стала планетой с непредсказуемым геологическим прошлым. Обернемся, однако, от пукающих динозавров и двойных нокаутов к науке. Как я уже сказала, климат Земли зависит от огромного количества факторов. Например, от космической пыли. Вот, скажем, тот скучный миллиард в то время с 2 до 1 миллиарда лет до нашей эры, когда на Земле не было никаких оледенений, как-то вот очень хорошо коррелирует с тем фактором, что в это время в нашей галактике не образовывалось никаких новых звезд. Вот я упоминала о оледенении 466 миллионов лет в Ордовике. Оно второе по величине Земли вымирание видов. Оно уступает масштабами только пермско-триасовому. И случилось, видимо, потому что в это время в поясе астероидов развалился довольно большой астероид. Возможно, что он даже не упал на Землю, но Земля долго находилась в облаке космической пыли. Этого было достаточно. На климат влияет высота гор, влияет физическое количество суши на планете, потому что суша и море отражают по-разному солнечный свет. И, конечно, как я сказала, уже расположение континентов. Я уже говорила, что 40 миллионов лет назад на Земле началось радикальное перманентное похолодание, связанное с образованием пролива между Антарктидой и Австралией. 23 миллиона лет назад открылся пролив, который отделял Антарктиду от Южной Америки. И после этого начало образовываться то самое циркумполярное течение, которое сейчас превратило этот континент в гигантский холодильник. Вот на этом графике хорошо видно, что последние 40 миллионов лет на Земле необычно холодно. Вот 40 миллионов лет начала замерзать Антарктида, потом немножко оттаяла, потом с 23 миллионов пошла в лес, а потом 3 миллиона лет назад все вообще рухнуло. И вот эти колебания температуры с момента образования жизни, они были, конечно, один из главных драйверов эволюции, в том числе и человека. И вот эти 3 миллиона лет назад, когда еще стало холоднее даже, чем после обособления Антарктиды, это из воды поднялся Панамский перешейк. И изменившаяся циркуляция океанских вод привела к колоссальным изменениям в климате. Именно после этого начала формироваться ледовая шапка на Северном полюсе, а еще большее количество воды были изъяты из атмосферы, климат стал радикально суше, и те дождевые леса, в которых в Африке обитала обезьяна Австралопитек, стала превращаться в саванну. Как предположил еще в 1996 году Стивен Стэнли, это сыграло гигантскую роль в эволюции человека, потому что если вы посмотрите на то, как устроена наша рука и на такие наши особенности, как прямохождение, то вы можете заподозрить, что предок человека – это лесная обезьяна, которая вот висела на ветке, обхватив их руками. В этом смысле обезьяна не слезала с дерева, это дерево убежало из-под обезьяни. Благодаря перемене климата наши предки вместо леса довольно внезапно оказались в саванне. Надо было или умирать, или эволюционировать, и они стали эволюционировать и стали разумными. Вскоре после поднятия Панамского перешейка нынешняя система океанской циркуляции была в целом завершена. Материки заняли те места, которые они занимают сейчас, и на Земле начали регулярно чередоваться циклы оледенения и межледниковых периодов. Сначала они чередовались с регулярностью в 41 тысячи лет, около миллиона лет назад частота оледенения изменилась, теперь оледенения в среднем продолжаются 90 тысяч лет, межледниковые – 15. Вот если мы подробнее посмотрим на последние 5 миллионов лет, то температура на Земле изменялась примерно так, как видно на графике. И причина этих колебаний, она известна благодаря трудам великого астрофизика сербского Мелутина Миланковича, согласно которому периоды оледенения или межледниковья зависят количество солнечного тепла, которое получает Земля. А эта величина колеблется из-за трех периодических процессов. Это прецессия земной оси, у нее период 25 тысяч и 750 лет, нутация земной оси, то есть это колебание угла наклона оси к плоскости орбиты, это период 41 тысячи лет, и изменение эксцентриситета земной орбиты, это период 93 тысячи лет. А когда циклы друг друга усиливают, возникают оледенения, и еще раз отметим, что циклы Миланковича действуют только на протяжении последних трех миллионах лет, именно при таком расположении суши, именно при таких океанских течениях, во времена родения Липангейца и циклы Миланковича так не действовали, потому что распоряжение суши было другое. Предыдущий межледниковья или Эмский период продолжался с 30 тысяч до 115 тысяч лет до н.э. В разгар Эмского периода мир был значительно теплее нынешнего, уровень моря был выше на 4-6 метров, на Северном полюсе летом не было льда, Скандидавия была островом, Ладога и Онега были частью Эмского моря, а Карелия была его дном. На Рейне и Темзе водились слоны и гиппопотамы, а в это время Европа была населена неандертальцами, имевшие каменные орудия и не имевшими, в отличие от нас, бетона, стали и Международной комиссией по перемену климата. Учитывая тревогу Греты Тунберг и Александрия Аказия-Кортес, мы могли бы предположить, что с началом эмского потепления 130 тысяч лет назад бедные неандертальцы от этого потепления вымерли. Поэтому я счастлива сообщить, что именно начиная со 130 тысяч лет до н.э. начинается взрывной рост населения неандертальцев в Европе, они с удовольствием ели слона, а также гиппопотама, и мне кажется, что судьба неандертальцев во время эмского межледниковья должна несколько успокоить Грету Тунберг. А если неандертальцы выжили в эту страшную эпоху, когда на Северном полюсе летом не было льда, то есть подозрение, что современное человечество тоже может справиться. Что же касается Homo sapiens, то наши предки в это время жили еще в Африке и вышли из нее около 50-70 тысяч лет до н.э. А это был разгар оледенения, и, собственно, изменение климата прямо способствовало распространению Homo sapiens, потому что уровень океана в это время был ниже на 120 метров, и очерцания материков были совсем другие. А в это время Австралия и Новая Зинландия составляли единый материк, собственно, этот регион так и называется, Сахул, а Суматра, Ява-Барнева и прочие островешки тоже составляли, они и составляют до сих пор геологически, единый регион Сунда. Он связан был сушей с Евразией, и вот я не знаю, задумывались ли вы о том, как первобытный человек 40 тысяч лет назад сумел добраться из Африки до Австралии, подвиг, который технически продвинутые европейцы смогли осуществить только в XVIII веке. Но ответ заключается в том, что они просто шли пешком. А вот если вы посмотрите на картинку, то полоска воды, которую надо было преодолеть, ни разу не превышала этих людей 40 миль. То есть даже если человек плыл, он видел перед собой сушу, то есть вот ребята, как Христос, прошли по морю, как по суху. А заселение человеком Северной и Южной Америки тоже было связано с изменением климата. Около 15 тысяч лет льды начали отступать, за ними пошел мамонт, за мамонтом пошли охотники, и они просто перешли из Евразии на Аляску под дно Берингового пролива, которого в этот момент просто не было, по материковому мосту. Вот примерно так выглядели Чукотка и Аляска 15 тысяч лет назад. Около 12 тысяч лет назад последние подсчеты Ричарда Али дают 11,5 тысяч лет назад в раннем Дриасе. На Землю обрушилось внезапное похолодание, продолжалось около полутора тысяч лет. Температура Гренландии за один год обрушилась на 9-15 градусов. Вот есть подозрение, что Земля столкнулась с обломками разрушающейся кометы, ну, например, статья господина Вальбаха, диаметр которой составлял изначально 100 километров, и что в раннем Дриасе сгорело около 10 миллионов квадратных километров лесов, которые покрывали около 9% земной поверхности. И вот несмотря на этот гигантский выброс СО2, результат пожара, как и в случае пермско-триасового умирания видов, явлалось, разумеется, сильное похолодание, вот оно видно на этом графике, потому что пыль, поднятая в воздух, это более сильный триггер, чем СО2. Важность этого похолодания трудно переоценить. Дело в том, что одно из самых важных событий в истории человечества – это неолитическая революция. Переход человека от собирательства к земледелию. Это переход к другой социальной системе, прежде всего к понятию частной собственности, потому что пшеница, которую вы собираете в поле ничья, пшеница, которую вы вырастили, это ваша частная собственность. И у нас есть серьезные основания полагать, что неолитическая революция, случившаяся сразу за Дрязским похолоданием, имела его, по крайней мере, одной из причин. Климат на Ближнем Востоке резко стал холоднее у суши, и существовавшая там культура, она называлась Натуфийской, перешла к земледелию. А в Америке в это время начинала развиваться другая культура, она называлась Клавийской, она не смогла приспособиться к новым условиям и погибла. Когда эффект кометы кончился, циклы Миланковича вступили в свои права, и на Земле наступил климатический оптиум Голоцена, впервые подробно описанный основателем современной климатологии доктором Хобертом Лэмбом. Он продолжался приблизить нас с 7 до 3 тысяч лет до нашей эры, и, цитирую Хоберта Лэмба, его книгу «Climate History and the Modern World», средние температуры в Европе в это время, вероятно, были до 2 градусов выше, чем в наше время. Вот, допустим, один из графиков, который показывает температуру Гренландии за последние 10 тысяч лет, подчеркивает не температура всего мира, это температура Гренландии, и мы опять же видим, что на протяжении последних 10 тысяч лет эта температура большую часть выше, чем сейчас. Мы еще вернемся к этому графику, потому что человек, который увидит этот график, прежде всего увидит, что мало того, что мы живем последние 3 миллиона лет назад в один из самых холодных периодов Земли, так мы еще и последние 10 тысяч лет только-только выходим из одного из самых холодных периодов за последние 10 тысяч лет. Вот, как заметил один из крупнейших современных глициологов, Йорген Педер Стефенсен, из университета Копенгагена, он заметил, что, цитирую, мы начали наши ветеологические наблюдения в самой холодной точке за последние 10 тысяч лет. Вот, кстати, тот же график, только немножко в другом виде. В этом смысле климатический оптимум Голоцин, он был действительно оптимум, потому что никогда с точки зрения климата человечества не жило так хорошо, как тогда. В это время, отмечает Хуберт Лэмп, доминирующие виды в европейских лесах были теплолюбивые вяз и липа. Верхняя граница лесов в европейских горах проходила значительно выше. Прудовая черепаха, которая сейчас обитает во Франции и Германии, там, где средняя температура июля не опускается ниже 18,5 градусов, она обитала в Дании, так же, как и Далматский пеликан. В это время в Англии, в Дартмуре, возделывали поля на высоте 450 метров от уровня моря. Самое смешное, что в 70-х годах в Дартмуре поля выше, чем на 300 метров, не возделывали. А еще резче был контраст в Китае. Там зимние температуры были на 5 градусов выше нынешних. Рис можно было сеять на месяц раньше. Южный бамбук роз в бассейне Хуанхе. Это был пик климатического оптимума, после него дела пошли хуже. И вы, наверное, посмотрите на эти графики и скажете, ужас, если в Гренландии 3000 лет назад было так тепло, то что же происходило на Ближнем Востоке? Там же, наверное, вообще был ад. Там же, наверное, все сгорело и расплавилось. И, конечно, из археологии и истории мы знаем, что на Ближнем Востоке все было хорошо. А наоборот, в это время там была сосредоточена вся человеческая цивилизация. В Египте, в Месопотамии, в Ханаане. И все это, в общем, бесплодные сейчас места. А тогда они были местом расцвета человеческой цивилизации. И вы скажете, как же такое может быть? Там же должно было все свариться. Очень просто. Тут есть тонкость. А именно потепление на Земле касается умеренных широт. Теплеет не на Ближнем Востоке. Теплеет в Европе и Арктике. В низких широтах теплеет крайне незначительно. И вы скажете, неужели потепление не влияет на то, что происходит на юге? Ответ влияет очень сильно. А дело в том, что при потеплении тают ледники. Моря испаряются. И в атмосфере, конечно, появляется больше влаги. И на юге становится влажнее. Что, как вы понимаете, самым благоприятным образом сколадывается на земледелии. Поэтому в климатическом оптиму Голоцина в Европе было тепло. А на Ближнем Востоке, там, где зарождалась тогда человеческая цивилизация, было куда влажнее. В это время не только Месопотамия обладала вполне себе влажным климатом, даже Сахара была саванной, через которую текли постоянные или полупостоянные реки. И 5-6 тысяч лет до нашей эры тогдашние обитатели Сахары украшали стены своих пещер не только изображениями дичи, но и изображениями лодок. Это был действительно райский мир. А в этом мире Европа была более теплым, а Ближний Восток более влажным. А поэтому, когда вам рассказывают об ужасах потепления, запомните это простое правило. Теплеет не на юге, а на севере, а на юге в это время влажнеет. Кстати, именно это происходит сейчас. Например, в Европе теплеет, а в Израиле не теплеет. Зато многие пустыни, например, Калахари или маргинальные части Сахары, они становятся более влажными. В них снова начинается сельское хозяйство. Вообще, за последние 30 лет три четверти земли радикально позеленели. Частично это произошло из-за увеличения в воздухе СО2, что самым благоприятным образом сказывается на растительности. А частично, конечно, из-за того, что мир стал теплее и влажнее. Климатический оптимум Глацена имел в своей середине недолгое, но очень резкое похолодание. Вот его можно видеть на графике. Оно началось около 6200 лет до нашей эры и через 400 лет закончилось. Судя по всему, причиной этого похолодания являлся сход двух громадных приледниковых озер Аджибви и Агасис в Гудзонов залив. В свою очередь, это было вызвано таянием гигантских ледников, которые накрывали Канаду. Вода в океане резко поднялась на 2-4 метра. Температура в Гренландии грохнулась на 4-8 градусов. Я уже говорила, что такого рода потепление и похолодание касаются именно северных районов. А вот самое интересное последствие этой резкой перемены климата случилось, возможно, в местечке, которое сейчас называется Тель-Саби-Абьят. Тель-Саби-Абьят это одно из самых древних известных нам человеческих поселений. Оно расположено в Сирии, недалеко от турецкой границы. К сожалению, оно расположено недалеко от Раки, то есть сейчас туда довольно сложно приехать. Естественно, в этих южных местах, в отличие от Гренландии, никакого похолодания на 8 градусов не происходило. Однако я уже говорила, что резкое похолодание в этих местах наоборот является связанным с изъятием влаги из атмосферы и как следствие с засухой. Явление гораздо более страшное на Ближнем Востоке, чем похолодание. И вот именно около 6200 лет в городке происходят большие перемены. В нем начинают появляться многочисленные склады и в нем начинают появляться многочисленные печати. Вот эти замечательные печати из Тель-Саби-Абьеда. Вы можете заметить, что их очень много, они довольно простые. Они напоминают, не напоминают последующие царские или чиновничьи печати. И вот места, где найдены эти печати, это большое количество небольших комнат, складов. В них стояли разные корзины, сосуды, они были запечатаны этими печатями. Судя по всему, население город, несмотря на то, что это был, в общем, городок, оно занималось скотоводством, окружающая местность, по которой сейчас течет речка Балих, сейчас довольно пустынная, тогда была довольно зеленей. И, судя по всему, произошло следующее. В городе появились частные запасы, в том числе из-за изменения климата, а царя в городе еще не было. Запасы хранились в коммунальных хранилищах, их как раз начали строить, они принадлежали отдельным людям, причем эти люди надолго покидали город, например, чтобы пасти скот, и, естественно, они ставили на свои запасы опознавательные знаки, более того, аналогичные изменения происходили в соседних городках, а вот для того, чтобы появился царь, нужно было следующее изменение. Стремительное похолодание тире засуха 8200 лет назад было недолгим явлением, как я уже говорила. Через 400 лет климатический оптимум галацена снова вошел в свои права, температура росла, уровень моря, естественно, повышался, и около 7150 лет назад поднимающийся океан, воды, поднимающиеся в океан, ворвались через Дарданеллы в будущее Черное море, которое до этого, согласно гипотезе, которую выдвинул Вильям Райан еще в 1997 году, представляло собой пресное озеро или череду пресных озер. Очень возможно, что это-то и был Великий потоп. Во всяком случае, это событие оказало гигантское влияние на человечество, потому что, если вы опять же посмотрите на карту, вы увидите, что самый удобный путь из стран плодородного полумесяца, где тогда развивались человеческие цивилизации в Европу, проходил именно по нынешнему дну Черного моря, вдоль существовавшего на части его Эвксинского озера. Именно таким образом, вероятно, попала в Европу культура Винча, потому что, вероятно, представители этой культуры говорили на языке родственном шумерскому, и еще 5000 лет до нашей эры они зарыли в современной варне 3000 золотых предметов, чей вес и количество в несколько раз превосходит вес и количество всех других золотых предметов того же тысячелетия в Месопотамии и Египте. С появлением Черного моря этот путь исчез, мы можем только предполагать, какие археологические сокровища могут быть скрыты на его дне вдоль этого пути. Вернемся к климатическому оптимуму Голоцена, который был вершиной нынешнего межледниковья. Это был теплый и, что еще важнее, влажный мир. В это время в Китае рис высевали на месяц раньше, Сахара и большая часть Австралии не были пустынями, ныне пустынная Средняя Азия была вполне себе пригодна для жизни и она была зеленым таким местом, которое соединяло два очага цивилизации Китая и Ближний Восток. Вот Хуберфлем заходит так далеко, что предполагает, что легенды о Золотом веке и Эдемском саде могли быть смутными реальными воспоминаниями о климатическом оптиуме Голоцена. А с 3500 года до нашей эры климатический оптиум пошел на спад, в Гренландии стало холоднее, Вяз и Липпана всегда потеряли свою доминирующую позицию в европейских лесах, Сахара, потом и Месопотамия стали высыхать и, конечно, без этого высыхания Сахары мы не можем дать правильного ответа о причинах возникновения именно в это время египетской цивилизации. Цитирую Хоберта Лэмбо «Возвышение Египта и организованное земледелие в долине Нила, использующее для регации ежегодное наводнение, могло быть необходимым ответом на большое сокращение обитаемых земель в Северной Африке того времени». Тут, если можно, я перенесусь на несколько тысяч лет вперед и напомню вам известную библейскую историю о семи годах изобилия, семи годах неурожая. Согласно книге Бытия, именно эти семь лет неурожая послужили инструментом для тотального преобразования египетского государства в духе государственного социализма. В результате сначала были созданы государственные хранилища и система отчета и контроля, а потом вся земля в обмен на материальную помощь была забрана у крестьян и отдана фараону. Согласно Библии, Иосиф сначала скупил для фараона за зерно все серебро и золото, которое было в земле египетской, потом весь скот, а потом и самих египтян и всю землю. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их и досталась земля фараону. Бытие 47-20. Это, конечно, история гораздо более поздняя, вообще придуманная, но она очень хорошо показывает знакомый всему древнему Востоку феномен, а именно катастрофические природные события, они служили триггером для образования государства, потому что они сосредотачивали вырасть в руках тех, кто имел склады зерна. Это же касалось цивилизации Месопотамии. Вот японский метеоролог и географ Хидео Судзуки в свое время даже предположил, что именно беженцы-пастухи из более пустынных земель, они стали рабами, благодаря которым и стали, возможно, те стройки громадные и то интенсивное заблюдение, которым знамениты тогдашние древние цивилизации. К этому стоит добавить, что эти беженцы ведь не всегда были беженцами, потому что у жителя земли, которая подверглась засухе, было две опции. Либо прийти в эрегационное государство, кормившееся от реки Нил или Ефрат и стать там рабом, либо прийти вооруженным и стать завоевателем. И вот около 1200 года до нашей эры, когда началось очередное резкое похолодание, эта опция, именно эта вторая опция была реализована, потому что 1200-е годы до нашей эры это годы крушения всех тогдашних цивилизационных центров. Египта, хетского царства, Алаши, и так тогда назывался Кипр, под натиском народов, которые известны как народы моря. Это была совершеннейшая катастрофа, которая превосходила масштабами катастрофу гибели Римской империи под натиском германцев. В течение 40 или 50 лет в конце 13-го, начало 12-го века практически каждый значительный город и дворец в Восточном Средиземноморье был уничтожен, и многие из них после этого были навсегда необитаемы. Я цитирую Роберта Дрю соответствующую книжку. Вообще, я не буду останавливаться на этой истории, главным образом, потому что все действующие лица вроде хетского царства не очень известны современному читателю, и как-нибудь обязательно вернусь к ней, когда буду говорить о генезисе монотеизма и об исходе, который совершался ровно в то время. Вместо этого я вам рекомендую превосходную статью Брэндона Дрейка, которая так и называется «Влияние перемены климата на коллапс цивилизации бронзового века и греческие темные века». И, разумеется, перемена климата, от которой все это случилось, было как раз похолодание и, начнея сопутствующему засуха. А в качестве примера сумасшествия я другого слова не подберу. Я могу привести статью в Нью-Йорк Таймс, о которой публиковал, кстати, очень хороший человек Эрик Клайн, автор вот этой книги, которую очень люблю. 1177 год, год, когда умерла цивилизация. Статья называется «Перемена климата погубила предков». И вы смеете в глупых республиканцев, которые считают глобальное потепление аферой. И, ребята, в 1177 году до нашей эры мир как раз рухнул от похолодания. Итак, главное, в климатический оптимум галоцена в Европе было теплее, а вокруг Средиземного моря и на Ближнем Востоке влажнее. Это привело к заселению Европы и к развитию на Ближнем Востоке первых центров цивилизации. После конца климатического оптимума галоцена мир снова вступил в состояние постепенного похолодания. В целом, с этого момента температура в мире шла вниз, но не все время. Периодически она поднималась. В период этих колебаний составляли примерно тысячу лет. При подъеме температура приближалась к оптимуму, а при этом температура поднималась в умеренных зонах, на юге повышалась влажность. И, кстати, профессор университета Колумбии Олес Брекер считает, что нынешнее поднятие температуры является одним из таких колебаний. Цитирую, я подозреваю, что естественное потепление, начавшееся после 1860 года, была самая последняя серия аналогичных потеплений, расположенных в интервалах приблизительно полторы тысячи лет в течение всего нынешнего Межледниковья. Надо сказать, что профессор Брекер вовсе не скептик, это который в 1975 году и придумал термин «глобальное потепление». Современные ученые, естественно, восстанавливают все эти температурные колебания по различным прокси, то есть по косвенным данным, как правило, в северных широтах. Есть знаменитая работа Дар Дженсена, который реконструировал климатическую историю Гренландии за последние 50 тысяч лет на основании скважин, которые они бурили в Орду. Есть Вагнер и Мелес, которые исследовали илистые отложения на дне небольшого Гренландского озера на предмет присутствия на этом озере морских птиц. Естественно, птиц было больше, когда было теплее. Есть Джан и Нол, которые исследовали отложения на северном исландском шельфе. Есть Мур и Ол, которые анализировали доны отложения озера Донард на Баффиновой земле. Груд и Ол, это годичные кольца 880 северных шведских сосен. Сепа и Биркс, это пыльца из озера Тоскальярви в северной Финоскандии. Наши соотечественники Наузербаев, Ваганов и Сидорова реконструировали почти 2,5 тысячи лет климатической истории Таймыра. Левак Эол, это пробы из северной оконечности Баффинного залива. На наличие высадочных породов простейших организмов динафлагеллянтов и фораминефер. Опять же, понятно, что они были там больше, когда было теплее. Естественно, все эти исследования показывают, как менялся климат только в одном месте. Все вместе они дают убедительную картину климатического оптима Голоцина, который сменяется постепенно идущими на оболь колебаниями температуры. Но вот для тех, кто не хочет заниматься донными отложениями озер на Баффиновой земле, есть удивительно наглядная картина климатических колебаний последних 5 тысяч лет. И это не что иное, как тающие альпийские ледники. Вот в швейцарских Альпах есть перевал Снидер-Йох, он находится на пути из Италии в Берн и расположен на высоте 2756 метров между Ленком и Ситиным. И весь XX век он был покрыт ледником, и если современный автомобилист хочет добраться из Ленка до Ситино, это большая дорога в обход, 150 километров почти до берега Женевского озера. А вот в XVIII веке, то есть, простите, ледник начал где-то с середины XIX века постепенно отступать. В 2003 году он расставил окончательно, и на перевале вдруг внезапно обнаружилась масса артефактов, которые связаны с пребыванием человека в этом районе, потому что у него как бы одна стенка растаяла, другая нет, и там хранится многое чего, как в морозилке. И вот эти артефакты, они, конечно, примечательны тем, что с фотографической скоростью фиксировали время, когда перевал был проходим, то есть, когда в Швейцарии было тепло. И мы видим, что человек появился на перевале около 2800 лет до нашей эры, то есть, как раз в самый конец климатического оптиума Голоцена. В этот момент Тунское озеро и река Роны были соединены этим перевалом между собой, там и там археологи находят одинаковые могилы этого времени. Следующая группа находок находится, датируется 2000-м, 1750-ми годами до нашей эры. Среди них, то есть, это бронзовый век, как раз там есть бронзовые предметы, как раз там есть остатки сундука, в котором что-то перевозили. А вот в конце бронзового века перевал начал снова замерзать и размесся в эпоху, к которой мы переходим, которая оказала огромное влияние на развитие всего нынешнего человечества. И так оно, собственно, и называется Теплая Римская эпоха приблизительно 150-е годы до нашей эры, 250-е годы нашей эры. Я напомню, что Рим основан в 753-м году до нашей эры. Это, конечно, был один из самых холодных периодов современного мира. Как раз в это время население, будущее Швейцарии, упало до минимума. Вот до этого в Хохе-Тауэрн были шахты, где добывалось золото, и ледники просто раздавили эти шахты, прервали сообщения между долинами. В это время как раз рухнули селеные промыслы будущего Зальцбурга. Как раз в 800-70-х годах они рухнули. Замерз, разумеется, и перевал Снедер-Юх. В Китае граница произрастания бамбука резко сместилась на юг, рис стал созревать позднее. На 33-м градусе северной широты китайские хроники зафиксировали замерзание реки Ханьшуй левого притока Янзы. А, собственно, в это время норвежские ледники не только наползли на материк, но и достигли почти тех же границ, что и в худшие периоды нашего времени в 17-18 веке. И даже один из основоположников современной метеорологии, Торбергерон, полагал, что легенда о Рагнарике, записанной в старшей эде, легенда о страшном конце замерзающего мира, появилась в те времена. Цитирую Хоберт Олембо, разница в средней температуре между самыми теплыми и самыми холодными столетиями, между 3500 и 500 годом до нашей эры в Средней Европе могла легко составлять 2 градуса и даже больше. Холодно было и в самом Риме. Титлий сообщает нам, что в это время несколько раз замерзал Тибр, лежал снег на земле, бук рос на равнине до 300 года до нашей эры. А вот, начиная с 300 года до нашей эры, начал стремительно климат теплеть. И, в общем, трудно не заметить, что этот период практически полностью совпадает с периодом расцвета Римской империи. Собственно, это замечали и сами римляне. Был такой отец римской аграрной науки Сосерна. В первом веке до нашей эры он отмечал в своей книге, что климат Европы резко изменился. Привет международным комиссиям по перемене климата. Цитирую. Те местности, в которых прежде из-за беспощадной суровости зимы не могли защитить, которые прежде из-за беспощадной суровости зимы не могли защитить ни виноградной лозы, ни посаженной в них оливки, теперь, когда прежние холода минули и погода стала более благосклонна, производят урожай оливок и вакха в величайшем изобилии. Среди этих местностей были Германия и Британия, где римляне стали выращивать виноград. И, конечно, римлянам очень повезло, что у них не было комиссии по перемене климата, которые быстро объяснили, какая-то катастрофа, что вот в Германии и Британии теперь растет виноград. Вот заметим, что Колумела отмечал только положительный эффект от потепления. Он не сообщал, что оливка и виноград растут там, где еще два века назад они не росли. Он как-то вот не жаловался, что в Сирии или Пергаме или Карфагене стали невыносимо жалко или стало там меньше дождей. Причем, напомню, что Римская империя, она, собственно, лежала гораздо южнее современной Европы. Самые богатые населенные провинции как раз находились в Азии и Африке, и они тоже имели бенефиты от потепления. Вот, к примеру, провинция Африка, то есть нынешняя страна Ливия, которая, в общем, сейчас более-менее пустынная, в теплый римский период была одной из житниц империи. За счет ее зерна жил Рим. Производимое ей оливковое масло конкурировало на итальянском рынке с итальянским оливковым маслом. Правильно, почему? Потому, что было чуть влажнее. И Колумелы, и все античные остальные аграрные авторы воспринимали потепление ровно так, как его должны воспринимать нормальные люди. Как сплошные плюсы, практически без минусов. Заметим, кстати, что почти все крупнейшие города империи, Александрия, Эфес, Антиохия были портами. И Колумеле не пришло в голову жаловаться, что вот благодаря потеплению повысился уровень моря, и все наши портики и бани сейчас потонут, при этом уровень моря-то повышался, он повышается последние 18 тысяч лет после конца оледенения. Римские прекрасно понимали, что уровень моря повышается так медленно, что все портики и бани можно будет успеть перестроить. Вообще, римское потепление это такой важный цивилизационный феномен, потому что, когда мы пытаемся понять, как мог римский солдат без штанов и в сандалиях на босу ногу завевать не то, что Бельгию, а даже часть современной Шотландии, мы никогда не сможем это понять, если не считать вслед за профессором Итса, что и римские, и теплые средневековые периоды были оба теплее, чем текущий теплый период до сегодня. Похолодание, которое началось около IV века, и крушение Римской империи неразрывно связаны между собой, наступление ледника на Сьедрёх и наступление варваров на империю это две стороны одной медали, собственно, тогда же рухнула ещё одна империя китайская, в этом смысле тёмные века были также холодными веками, точно так же, как Римская империя была римским потеплением, опять же, в наступлении варваров ключевую роль играли не столько самих холода в высоких широтах, сколько их страшный спутник в низких широтах опустынивания. Я напоминаю, что в римское время Великий Шёлковый Путь был значительно более зелёный, чем сейчас, и вот когда степь Великое Травяное море начала высыхать, гунны хлынули из сердца Евразии в цивилизованные строны, тесня перед собой германцев, и мы должны сказать об ещё одном важном событии, которое не было связано с естественными климатическими циклами. Это 535 год, это время, когда Римская империя начала восстанавливаться, несмотря на сравнительно холодную эпоху. И вот в 535 году, в 10 тысячах километрах от города Рима, в Индонезии взорвался вулкан. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что острова Ява и Суматра являются как бы продолжением друг друга, это такая непрерывная гряда, в центре этой гряды море, а посредине него несколько вулканических островков, оставшихся от извержения вулкана Крокотау. Вот, судя по всему, Крокотау-то и взорвался, причем по мере извержения магматическая камера вулкана пустела, соответственно, тонкая каменная стенка отделяла ее от моря, она прогибалась под давлением воды, наконец, рухнула, морская вода хлынула внутрь камеры, естественно, мгновенно превратилась в пар, и, собственно, вот она разнесла не только сам вулкан, но и всю сушу, и как раз разорвала остров на две части, сделала из него Яву и Суматру. Грохот от взрыва был зафиксирован в китайских крониках, окружавшая цивилизация была уничтожена без следа, и вот могу порекомендовать лучшую книжку о событиях того года, она так и называется, «Катастрофа» Дэвид Кейс, поскольку Кейс говорит о гибели цивилизации в результате похолодания, естественно, мейнстрим оставил ее без внимания, а вот последствия взрыва были совершенно ужасные, помимо климатических, потому что в Китае в августе на рисовых полях выпал снег, в Южной Америке от засухи обычный спутник похолодания, напоминаю, вымерла цивилизация, оставившая свои рисунки на плато Наска, в Константинополе солнце, по словам Прокопия Кесарейского, светило весь год неярче луны, но что самое страшное, после похолодания пришла чума, и это произошло не случайно, дело в том, что в природе существуют естественные очаги чумы, в которых водятся млекопитающие и ее естественные переносчики. Один из таких очагов был расположен в Африке, в современном Сомали, недалеко от того места, где Эстинян закупал для храма Святой Софии и прочих своих обширных строительных работ слоновую кость. Кость везли по тогдашнему каналу, через который Красное море сообщалось с Нилом, через главную перевалочную гавань на канале Пелузий. Вот, собственно, в Пелузии и началась чума, грызуно-переносчики из-за перемены климата, вышли из естественного очага, блоха перескочила на домашнюю крысу, крыса забралась на шедший в Пелузии корабль со слоновой костью. Могу порекомендовать об этом другую прекрасную книгу Вильяма Розина, как раз так она и называется, «Естинянова блоха». Разумеется, подобные похолодания случались и в прошлом, но в прошлом мир не был глобален, потому что даже если в предыдущее похолодание 800 лет до нашей эры в Сомали естественные переносчики чумы вышли из своего очага, у них не было никакого возможности добраться до жителей, скажем, Сальцбурга, а вот в 540-х годах эта возможность была, потому что Римская империя представляла из себя единое целое, она была прочно связана тысячеполосным шоссе под названием Средиземное море, и вот в этом едином целом к 565-му году вымерло по крайней мере половина жителей. Два места следует отметить особо, ведь умирали прежде всего те, кто имели контакты с империей. В результате, например, в Британии вымерло почти все романизированное кельтское население, которое на тот момент составляло в Британии большинство, а вот саксонские племена, германское население, которые только-только начали появляться на острове, они пострадали гораздо меньше, и контакты германцев с романизированными кельтами были настолько минимальны, что в современном английском языке не сохранилось трех заимствованных от кельтов слов. В этом смысле мы можем только представить себе, как по-другому складывалась бы история Британии, если бы на ней осталось романизированное кельтское население без чумы. А еще один минифициар чумы это кочевое население Ближнего Востока. Дело в том, что чума в своей первой стадии, бубонной, в отличие от легочной стадии, не передается по воздуху, для того, чтобы человек заболел бубонной чумой, нужно, чтобы его укусила зараженная ерсиния пестис блоха. Блоха живет только на крысе, она не живет на человеке, крыса живет там, где есть запасы зерна. Понятно, что запасов зерна было гораздо больше у развитых цивилизаций того времени, то есть у персов и у ромеев на Ближнем Востоке, чем, скажем, у кочевых арабских племен. А эпидемия чумы среди них практически отсутствовала. Опять же, мы можем только гадать, как повернулись бы судьи мира, если бы армии пророка Мухаммеда столкнулись меньше, чем спустя сто лет после начала эпидемии, не с ослабленными, обескровленными империями, потерявшими до половины с персами и ромеями в расцвете сил. И опять же, мы можем задуматься о том, что вот это завоевательное движение кочевых народов сопровождалось уже известным нам ближневосточным спутником европейского похолодания, то есть стремительным опустыниванием региона, ранее известного как Счастливая Аравия. Темные века были также и холодными веками, я уже об этом говорила, швейцарские ледники перерезали римские дороги, которые связывали империю между собой, перевал Снедер-Йорк снова замерз, ледники в Норвегии, Аляске, Баффиновой земли достигли максимальных значений, при этом похолодание, как всегда, не коснулось тропиков. Я цитирую опять Хуберта Лембо, большая часть северного полушария к югу от 35 градуса северной широты оставалась столь же или даже более теплой, чем в прошлых столетиях. Зато она стала более пустынной, это было время заката Эфеса, Антиохии и Пальмиры, в Южной Италии, пишет Лемб, и Греции люди переезжали к берегу моря, оставляя за собой обезлюдивший материк, а в Аравии, месте, где люди доселе занимались сельским хозяйством с помощью изысканных ирригационных сооружений, переживших периоды прежней сухости, эти сооружения были покинуты около 600 годов нашей эры. Единственные, кто выиграли в этой климатической лотерее, были майя. Их цивилизация расцветала как раз с 300 по 800 годы в тех местах, которые теперь покрыты плотными дождевыми тропическими лесами. В момент процветания майя климат был там значительно суше. С 800 года холода стали отступать, к 1000 году в мире снова воцарился средневековый климатический оптимум. А как писал впоследствии один из столпов теории глобального потепления, палеотолог Кейт Брифа, это он писал в частной переписке, в это время было в мире так же или почти так же тепло, как сейчас. В это время в Англии снова рос виноград, Эрик Рыжий, открыв в 982 году Гренландию, назвал ее зеленой страной, ледники Швейцарии снова открыли, Снедерьёк снова размёрзся в последний раз, перед нашим временем раз, на нём оставил кто-то кусок башмака, деревья росли на высоте в 100-200 метров выше, чем в 17-м столетии в швейцарских горах. В это время на наше несчастье не было в Европе централизованных бюрократий, которые оставляют после себя разные интересные бумажки. Но вот в Китае в 10-13 веке такая бюрократия была, это была династия Сун, и китайский климатолог, его зовут Жан Дэ Эр, он проанализировал налоговые ветомости династии и заключил из них, что цитрусовые в это время росли в Китае на более высоких широтах, чем даже сейчас. И температуры в Хинане были на 0,8, 1 градус выше нынешних. И, собственно, в 14-м веке наступил ад. Он наступил по всему миру. Вот, например, Новая Зинландия. Там есть такой ледник Франца Иосифа. Я цитирую книгу Брайана Фагана «The Little Ice Age» «Малый ледниковый период». Вот 900 лет назад он был маленьким кармашком льда на замерзшем снежном покрове. Затем начинается малый ледниковый период, и ледник спускается по склону в долину внизу, перемалывая процветающие там дождевые леса, срубая, как спички, гигантские деревья. К началу 18-го столетия ледник находился в трех километрах от Тихого океана. Ледники двинулись вперед в Гималаях, на Кавказе, в скалистых горах, на Аляске. Конечно, одной из стран, по которой пришелся самый страшный удар, была Швейцария. Я уже приводила этот пример, но я приведу еще раз, потому что вот Швейцария, которая сейчас является очень процветающей, очень богатой страной, с мягким климатом, с теплыми зивьями, с виноградниками, с плантациями киви. Вы будете поражены, как часто жители Швейцарии вам напоминают, что еще в 18-19 веке это была одна из самых бедных стран Европы. И возникает вопрос, почему? Очень просто, потому что в ней было очень холодно. Вот Шамани, это часть исторической совой, сейчас это роскошный курорт, в 16 веке это бедный приход, и его описывают, как цитирую, бедная страна бесплодных гор, которой никогда не свободы от ледников и морозов. Полгода там нет солнца, пшеницу там собирают в снегу, и она такая заплесневелая, что ее надо подогреть в печке. Даже животные не ели хлеба, сделанного из местной пшеницы, лавина и снег постоянная угроза. В 1575 году путник описывает деревню Шамани как место, цитирую, покрытое ледниками, часто поля полностью сносит и пшеницу развеивает по ветрам и на ледники. По мере того, как ледники спускались все ниже и ниже, они прерывали сообщения между долинами, они уничтожали поля, они переламывали дома. В начале 17 века чиновник пишет о деревеньке Лабоа, цитирую, тут есть еще шесть домов, все пустые, кроме двух, в которых живут какие-то несчастные женщины и дети. Над деревней, примыкая к ней, висит огромный страшный видник огромного и несчастливого размера, который не обещает ничего, кроме разрушения домов и земель, которые еще остаются. В конце концов, деревню забросили, тот же чиновник навещает деревеньку Ларазьер в 1616 году и пишет, громадный лезник Ларазьер то и дело подпрыгивает и взрыв сдыбливается и спускается. Он уничтожен 43 журно земли, на которой не осталось ничего, кроме камней, и восемь домов, семь сараев и пять небольших овинов, полностью разрушены и уничтожены. С 1627 по 1633 год Шамани потеряла треть земель от лавини ледников, все остальные земли были под постоянной угрозой. В 1642 году ледник Дебуа продвигается каждый день на мушкетный выстрел, даже в августе. И к этому времени вместо пшеницы в полях, которые большая часть года находятся под снегом, сажают только немного ржи и овса, вызревает один урожай из трех, сразу после жатвы зерно сгнивает. Цитирую, люди здесь так плохо едят, что они темные, несчастные, кажутся только наполовину живыми. В 1715 году деревня Лёпхай-Дюбар была погребена под ледником, около 1750 года ледники остановились наконец, и люди перевели дух. Вот с 2009 года есть две свейцарские деревеньки Фишерталь и Фриш, они, в них священники регулярно молятся о спасении находящегося с рядом с ними крупнейшего альпийского ледника Алеч. Алечский ледник действительно отступает. С 1860 года он отступил почти на 3 километра, и ирония судьбой заключается в том, что до этого, начиная с 17-го года, их предшественники молились о том, чтобы Господь остановил неуклонное наползание этого ледника. Вот я постараюсь тут показать один из графиков, который очень хорошо показывает теплый средневековый период и малый ледниковый период. Это слегка адаптированная реконструкция Крейга-Леле, и видно, что похолодание было для Европы катастрофой. Сначала был голод 1315-317 года, потом опять последовавшая по уже знакомому нам сценарию чума 1348 года, Европа превратилась в кладбище. Вообще-то некоторые части Франции еще в 19-м веке были менее населены, чем в начале 14-го. Причем страшнее гуманитарной катастрофы была социальная катастрофа. Началось отчаяние, начался религиозный фанатизм, охота на ведьм, массовые преследования евреев. Кстати, и геев всех их обвиняли в том, что это они испортили климат, не обвиняли тогда еще капиталистов. Английский виноград естественно вымерз, зато на замершей Темзе проводили зимние ярмарки. Особо, конечно, катастрофа ждала северные народы. Вот поселения европейцев в Гренландии вымерли все, Гренландия была заново открыта в начале 16-го века, и вот новые мореплаватели с ужасом увидели каменные дома, в которых лежали скелеты людей, которые от голода ели друг хочется отметить катастрофу, которая произошла в России. Если вам когда-нибудь доведется быть на археологических раскопках на русском севере, обратите внимание, что в X-XIII веке мы имеем там огромное количество поселений, городков и городков, а это не обязательно, кстати, городки, в которых жили только русские, там могли жить всякие чуди мире, но вот с наступлением холодов все эти поселения, как правило, самоуправляющиеся вымирают, и снова туда приходят уже через несколько столетий московское царство. К 1600 году чуть-чуть потеплело в мире, а вот с 1645 начинается новый, второй виток малого ледникового периода, пик которого приходится на время между 1680 и 1730 годами. В это время вегетационный период в Англии был на пять недель меньше, чем сейчас, и зимой 1683-го четвертого года земля на юго-западе Англии промерзла на метр глубины, а в 1708 году в зиму на девятый год в Прованзе вымерзли апельсины, в северной Франции вымерзли виноградники, которые снова появляются там только в двадцатом столетии, и вот особенно хорошо знакома дата 1640-й пик, один из пиков ледникового периода историкам, потому что напоминаю, что 1640-й это годы, когда по всей Европе, в Англии, в Каталонии, в Португалии, в Неаполе, плюс фронда во Франции случилось одновременно шесть революций или мятежей, и 1644-й год, это год, когда маньчжуры захватили Пекин, и народное восстание, которым этому предшествовал, Ларьин Крюгер описывает так, цитирую, на северо-западе суровая зима, последовавшая за сильной засухой, стала причиной неурожая и голода, в охваченном голодом областях даже отмечались случаи каннибализма. А новый опускание температур 1790-1830-й, морозы вернулись снова, почему, собственно, армия Наполеона и замерзла в России. Плюс в 1816-м году на это похолодание наложилось еще одно извержение, это извержение вулкана Тамбора в Индонезии, и в Европе произошел знаменитый год без лета. От майских замысков вымер с урожай, на Тайване шел снег, от голода умерло как минимум 100 тысяч ирландцев. Вот тогда, после года без лета, когда вокруг Манхэттена катались на коньках, овес вырос в цене восемь раз, американцы двинулись на освоение Дикого Запада. В 1830-м году снова потеплело, в 1860-м приблизительно через 30 лет снова начало холодать. И я уже цитировала Йоргена Педера Стефенсона, профессора университета Копенгагена, одного из ведущих мировых глицологов, который считает, что самая холодная точка была как раз в 1870-х годах. Цитирую, я полностью согласен, что с 20-го века мы испытали глобальный подъем температуры, но подъем с чего? Вероятно, с самой нижней точки за последние 10 тысяч лет. Как я уже сказала, нетрудно заметить, что малый ледниковый период был не просто холодным временем, это действительно был один из самых холодных периодов за последние 10 тысяч лет. С середины 19-го века начинает из него выходить земля, альпийские ледники, которые наступали с 13-го века, начинают таять. Вот примерно так росли и таяли с 1000-го года, два крупных ледника, Аличский и Горнглетчер. И, собственно, вот из этой картинки хорошо видно, почему другой климатолог, это доктор Итса, называет 1830-е годы началом конца малого ледникового периода. И вот, как мы видим, в течение тысячелетнего цикла никогда не бывает, чтобы температура просто росла или падала. Она колеблется 30 лет в одну приблизительно в сторону, 30 лет в другую. И поскольку мы уже ведем речь о временах, когда люди изобрели термометры и когда капитаны, плавающие в арктических водах, стали совершенно точно фиксировать в своих журналах границы ледового края в том или ином году, то вот эти 30-летние колебания температуры отчасти с 17-го и полностью с 19-го века описаны очень хорошо. И выглядят они примерно вот так. Я специально взяла график, который основан на данных трех организаций, которые являются столпами теории антропогенного потепления. Это действительно устрашающий график. И любой, кто его увидит, скажет, ну вот же температура растет. Но если брать температуру не за последние 200 лет, а за последние 2000, или за последние 10 тысяч, уж не говоря о последних 5 миллионов, то вот, или тем более с последних 40 миллионов, то вот видно, что выглядит все не так страшно. При этом, опять же, мы видим по нашему первому графику, что температура не росла линейно, она продолжала свои 30-летние колебания, те же самые, которые имели место до того, как человечество начало сжечь в массовом порядке ископаемое топливо, температура росла до 1910-х, температура падала до 1910-х, потом росла до 1940-го, а потом она снова упала в этом смысле, Гитлер, который напал на СССР, ему по счастью не повезло, как и Наполеону, потому что немецкие солдаты замерзали в суровую зиму 1941-1942-го года, когда летнее топливо в танках разлагалось на фракции. И вот, как я уже говорила, современные ледниковые периоды, и межледниковые, которые так хорошо видны на некоторых из графиков, которые я показывала, они связаны с циклами Миланковича. А вот тысячелетние климатические циклы и 30-летние колебания, которые мы тоже видим на других графиках, они очевидно не связаны с Миланковичем или с движением материков. Чем они связаны? Временной промежуток с 1645 по 1715 год, это пик малого ледникового периода, имеет еще одно название, хорошо известное астрономам, это минимум Маундера. Минимум Маундера это время, когда астрономы Земли почти не наблюдали пятен на Солнце. это не самоназвание, так назвал этот минимум астроном Джон Эдди, эта работа его была опубликована в Science в 1976 году, и тот же Джон Эдди описал минимум Сперера, это 1420, 1570 и минимум Дальтона, это 1790 и 1830 год. Все эти три периода совпадают с тремя максимальными холодами, пиками малого ледникового периода. Не Эдди это первый заметил, Вильям Гершель это первый заметил. В 1796 году этот великий астроном опубликовал работу, в которой показал, что цена зерна на лондонской бирже имеет строгую обратную корреляцию с количеством солнечных пятен. Но Гершель, конечно, не понимал, почему это происходит. В 1991 году доктор Эйгель Фрис Кристен Это директор Датского космического центра и его коллега Хенрик Свенсмарк. Они опубликовали в Science статью о механизме, благодаря которому снижение солнечной активности приводит к похолоданию. Я не буду здесь долго об этом говорить, скажу только, что суть их предположения заключалась в том, что виновата не столько само Солнце, сколько космическое излучение от далеких звезд, потому что когда Солнце спокойно, космические лучи глубоко проникают в атмосферу, они ионизируют капли воды, что способствует образованию облаков в нижних слоях атмосферы, а облака отражают солнечный свет и Земля становится чуть холоднее. При активном Солнце заряженные потоки частиц отклоняют космические лучи, облаков соответственно меньше, тепла больше. А вот чем интересны графики последние, которые я вам показывала, потому что что происходит с температурой в 20 веке? В том самом веке, в котором, как нас уверяют, человечество начало сжечь ископаемое топливо и необратимо разогревать планету. И ответ очень простой, но на все то же самое. Она продолжает расти и колеблется при этом с 30-летним циклом. До 40-х подъем, до 70-х небольшой спад, до конца 90-х подъем, с конца 90-х потепление останавливается. И с тезисом о том, что рост СО2 является главным драйвером температурных изменений в 20 веке, вот этот график, ну попросту потому что если СО2 является главным или даже единственным драйвером, как нам сейчас говорит IPCC, ну тут температура должна тупо линейно расти, она не может колебаться, и тем более она не может колебаться так, как она более-менее проколебалась с тем периодом и с теми характеристиками, с которыми она колебалась в предыдущие тысячи лет. А собственно из вышесказанного можно сделать несколько выводов. первая биосфера по своему и своей природе действительно способна к изменениям, в том числе и катастрофическим. Великая кислородная катастрофа, устроенная цианобактериями, показывает, что не надо быть разумным существом, чтобы уничтожить в результате своей жизнедеятельности собственную среду обитания. А второе, у климата нет нормы. Единственной нормой климата является изменение, и при этом катастрофическими для жизни на Земле событиями обычно являлись похолодания. При этом последние сорок и особенно три миллиона лет Земля переживает один из самых холодных периодов своей истории. Третье, 14-19 век были одними из самых холодных веков за последние 10 тысяч лет жизни человечества. Четвертое, все потепления последних 10 тысяч лет касались прежде всего высоких и умеренных широт. Теплее становилось там, где холодно, а не там, где тепло. Там, где тепло, становилось влажнее. А пятое, именно в теплые периоды человечество процветало, в холодное терпело катастрофу, но при этом все-таки главным для цивилизации, поскольку мы люди разумные, было не само изменение климата, а реакция на него. К примеру, похолодание в раннем Дриасе поглубило клавистскую культуру в Америке, а вот на Ближнем Востоке оно привело к появлению земледелия. Шестое, климатический опыт, климатический оптимум нынешнего Межледниковья остался, к сожалению, глубоко в прошлом. Уже пять тысяч лет планета потихонечку холодает, испытывая одновременно крупные колебания температуры, связанные с тысячелетними, тридцатилетними, одиннадцатилетними циклами активности Солнца. Последние двести лет температура на планете растет, при этом несложно заметить, что колебания температуры в последние пятьдесят лет отличаются от колебаний в начале двадцатого века. Мы имели быстрый рост температуры с семидесятого по девяносто восьмой и очень незначительное понижение или даже отсутствие ионовое или даже легкое повышение, смотря как мерить, за последние двадцать лет. Этот рост температуры происходит как за счет колебаний солнечной активности, так и за счет парникового эффекта. В ситуации, когда климатология стала заложницей идеологии бюрокрытии, мы, к сожалению, не можем ответить на вопрос, какая часть этого пятидесятилетнего паттерна связана с выходом земли из малого ледникового периода, а какая с ростом концентрации СО2. А седьмое и самое главное, вопреки рассказам климатических алармистов, мы живем в исключительно благоприятное время. Это время характеризуется тремя замечательными процессами. Первое, ростом температуры в умеренных зонах, второе, ростом влажности в Сахаре и Калахаре и третье, ростом концентрации СО2 в воздухе. Все эти три процесса значительно улучшили состояние биосферы, три четверти планеты позеленили, в умеренных широтах стало теплее, в пустынях влажней, и, собственно, именно благодаря этому человечество, особенно в развивающихся странах, вернее, именно в развивающихся странах, избегло того масштабного голода, который почти наверняка угрожал бы беднейшим странам в том случае, если бы сейчас температура была как в 14 веке. И когда нам говорят, что потепление принесет трагедию в будущем, давайте зададим себе вопрос, почему же оно пока приносит только блага? Вот где все эти страсти нас пугают 30 лет, которыми, и почему за эти 30 лет планета становится все зеленее и зеленее? И восьмое. У современного развитого человека нет никаких оснований бояться изменений климата. У него, несомненно, есть основания бояться экологических катастроф, связанных с перенаселением, нищетой, дефористацией, неправильной эксплуатацией природных ресурсов, загрязнением земли, атмосферы и океана, как локальным, так и реже глобальным. Вот пластиковый мусор в океане, который попадает в желудки китов или в желудке альбатросов, это, несомненно, повод для самых жестоких мер. Серные дожди в Норильске, загрязнение воздуха в Красноярске, это, несомненно, повод для самых жестоких мер. Но наблюдающаяся с 1980-х годов, вернее, наблюдавшаяся в 80-х, 80-х и 90-х годах повышение температуры в умеренных широтах, вне зависимости от того, какую долю в нем составляли обычные 30-летние циклы солнечной активности, а какой парниковый эффект, в общем, является, как и надеялся, открыватель этого самого парникового эффекта Сванта-Арениус, поводом скорее для радости, чем для беспокойства. Несомненно, любое изменение климата влечет для существующей цивилизации некоторые траты. Если у вас раньше было тепло, а стало холодно, надо разоряться на печке. Если у вас раньше было холодно, а стало тепло, придется потратиться на кондиционеры. Если вы строили здание на вечной мерзлоте, а оно подтаяло, придется построить новый. Если вы строили порт на берегу моря, а оно поднялось или, наоборот, опустилось, вам придется этот порт переносить. Но все-таки, согласитесь, если охотники и собиратели сумели пережить ранний дряс, то современное человечество с компьютерами, автомобилями и космическими кораблями как-нибудь сумеет пережить возвращение к климатическому оптиуму Голоцена. Так что, когда вам как раз в очередной раз скажут, что вот сейчас потеплеет еще на 2 градуса, Гренландия растает и мир погибнет, помните, что это не имеет никакого отношения к науке. Это чистой воды Лысенковщина. С вами была Юлия Латынина и канал Латынина ТВ. Не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться, шире и ставить лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok